Буддисты России и мира празднуют 88-летие Далай-Ламы XIV. В Калмыкии торжества начались ранним утром с проведения особого ритуала Сангсоль подношения благовония бурханам, защитникам-покровителям. Для этого разожгли костер, в который бросали подношения и специальные травы, отчего территорию Хурула окутал благовонный дым. Далай-Лама XIV Тензин Гецо родился 6 июля 1935 года в деревне Такцер на северо-востоке Тибета. В 1959 году переехал в Индию. Буддисты верят, что Далай-Лама является воплощением на земле овала Китишвары. За годы деятельности он трижды посещал Калмыкию. Ритуал Сангсоль возглавил личный саджин Лама Калмыкии. Как он сам говорил, что еще 10-15 лет он спокойно может прожить вместе с нами. И это не только радует, но и вдохновляет нас, опираясь и следуя тому, что нам каждый день он объясняет. Постоянно говорит о любви и сострадании ко всем живым существам, показывая на своем примере. И мы, конечно, будем очень стараться следовать его наставлениям до конца своих жизней. Я считаю, что мы, последователи, должны изо дня в день, так же, как и он, трудиться ради блага всех живых существ. Затем состоялся большой молебен о долгой жизни духовного лидера. Сотни людей вместе со священнослужителями вознесли молитвы о мире, счастье и благополучии всех живых существ. Давай Ламе мы пожелаем здоровья, счастья, чтобы он всегда был так светел и радостен для нас. Потому что вера его, ну, как бы для нас это священная она. У меня вообще было желание сюда приехать, я не местная, вот, с Ростова-на-Дону. И это не просто восторг, у меня, я не знаю, переизбыток каких-то чувств, я не могу даже сказать. Пожелала здоровья, удачи, чтобы много всегда было людей, чтобы люди верили во все это, приходили.